позволю может быть себе сказать несколько таких тоже вот собра высказать несколько соображений может быть таких комментариев коротких один касается как раз того о чем говорил антон игоревич о использовании различного рода мер и соответствующих затратах в расчете тут он приводил конкретные затраты на лесовосстановление на лесоразведение и другие меры рационального лесопользования на гектар и что это может дать нам в плане так сказать соответствующей дальше монетизации и так далее но вот вы знаете я бы обратил все-таки внимание и наверное нашим коллегам надо действительно посмотреть детально я такой может быть возможности не имел только ознакомился значит вот с последним докладным совместным который сделал значит компания макинси вместе с всемирным экономическим форумом но экспертами всемирного экономического форума но конечно данные то основном использовались компании макинси они занимаются довольно серьезно этим делом вот по тем расчетам которые они приводили что меня так сказать вот кого порадовало это то что достаточно дешевый набор мер которые они оценивают интервалом три с половиной четыре восемь десятых доллара на гектар способны значит дать вот соответствующий так сказать прирост поглощающего нашего потенциала примерно в объеме до трех процентов это наверное надо проверять и считать но сам факт что вот меры в отличие может быть от мер других которые предлагаются других стран они значит вот все таки достаточно действительно дешевые это конечно наводит на такие вот наверное какие-то размышления что это нужно делать и второй момент как бы связанный в продолжении вы знаете вот наверное это очень странно слышать от экономиста наверное даже какая-то хула наверное вот мне меня бы коллеги сейчас наверно затоптали мои но вы знаете мне как-то вот когда мы все пытаемся значит перевести вот в некую монетизацию это она понятно с чем это связано экономика рыночная время нехорошее вот значит приходится там противостоять и так далее но все таки вот лесные экосистемы вообще наши природные экосистемы это не только ведь ну как бы сказать то что называется потенциал вот это natural climate solutions да то что называется это все-таки богатство куда как более существенные наши коллеги здесь профессиональные специалисты глубокие которые занимаются лесными экосистемами это знает наверное как никто то что называют экономисты таким немножко циничным термином экосистемные услуги это ровно для того чтобы эти вещи можно так сказать было как раз как-то монетизировать и оценить деньгах на самом деле это вот то что обеспечивает устойчивость нашего вообще же устойчиво всей нашей жизнедеятельности не только в экономическом ключе мы конечно и в социальном и в эстетическом любом вот весь набор вот этих так называемых системных услуг и для меня очень вот все-таки существенным кажется я бы здесь поддержал анну анатольевну когда она говорит о мультипликаторах мне кажется вот нужно вот эти тоже мультипликативные эффекты обязательно оценивать не надо нельзя только вот оценивать какой-то лесной проект только с позиции того сколько это нам даст с точки зрения там экономии там углерода или там значит что мы там переведем в деньгах это гораздо более существенные вещи они на самом деле вообще говорят тоже имеют ценности не только такую я бы сказал значит вот эстетическую и так далее они тоже на самом деле имеют монетарные выражения это очень легко представить себе многие экономисты знают такую аббреверату WTP willing to pay это то что мы готовы платить за соответствующие условия окружающей среды за комфорт за эстетику за чистую воду и так далее так далее да к сожалению в ценах пигу это не учитывается но это учитывается вот в таких как бы так сказать косвенных вещах когда мы начинаем например интересоваться там недвижимостью или еще чем-то и вот эти вот вещи нужно обязательно считать тогда мы увидим что вложение в те же леса те же лесные экосистемы они окупаются даже при гораздо может быть более высоком уровне инвестиций это очень существенно это игра в долгу это те самые долгосрочные цели устойчивого развития которых мы сегодня вот говорим и мне бы вот очень бы честно говоря не хотелось чтобы мы увлеклись только вот этой исключительно исключительно углеродной тематикой и кстати сказать ведь в отношении климата тоже понимаем прекрасно что роль лесов гораздо так сказать шире чем вот эти вещи об этом говорилось сегодня об этом говорилось мы знаем что леса формирует и по сути дела региональный климат вокруг себя и так далее поэтому вот очень бы не хотелось чтобы мы занимаясь абсолютно правильным делом необходимым что для экономистов это просто такой я бы сказал императив деваться так сказать некуда да вот очень бы не хотелось чтобы нас занесло только в эту сторону потому что наверное все познакомились с докладом нашего коллеги доскупты да по мировому биоразнообразию конечно честно говоря очень тяжело это читать и в общем то при всех там некоторых есть к нему вопросы но вообще-то говоря вывод очень справедливый когда мы говорим о потерях за последние так сказать 40 лет природного капитала в расчете на душу населения на 40 процентов при том что увеличился на 27 процентов производительный так называемый капитал и на 17 процентов человеческих капитал мы понимаем что мы просто подрываем собственную основу поэтому вот мне казалось бы это тоже очень важно иметь ввиду то есть еще занимаясь совершенно правильно конкретными климатическими проектами вот этим всеми делами все-таки не терять из виду вот эту общую такую системную экологическую содержательную сторону и мне кажется что вот наши коллеги прежде всего экологи географы вот климатолог профессиональные они здесь немножко нас должны экономистов строжить я бы это лично приветствовал и не только нас а и коллег так сказать зарубежных которые так сказать иногда тоже слишком увлекаются этой стороной мы можем потерять гораздо больше мы можем привести вот я хотел сказать мы можем реализовать агрессивный сценарий вот о котором рассказывали сегодня александр санч и андрей юрьевич колпаков получить 50-му году совершенно замечательную историю с карбон там значит нейтральность или что-то близко к этому условно говоря или по крайней мере выполнить так сказать в ноль там цели парижского соглашения но получить совершенно не только экономические проблемы большие но экологическим что просто на не будет хватать на них соответствующих ресурсов и они уйдут куда-то в тень будет только цен цель углерода и больше ничего вот очень не хотелось бы терять из виду вот эту действительно мощную системную задачу по обеспечению качества нашей жизни и в том числе качество окружающей среды